чеки пау друзья с вами паша лобанов и пули снегопада зачем уничтожили мельницы 4 часть гибридные технологии доброго времени друзья мы рады вас приветствовать в новом по общепринятому мировоззрению году будем потихоньку заканчивать то что не успели закончить подбивать итоги и переходить на новый этап ведь наша главная задача не стоять на месте а саморазбиваться самообразовываться и расширять свой кругозор по ступеньке подниматься к высокому те кто следит за нашими фильмами от одного упоминания главы уже поняли о чем будет идти речь кто на нас подписался недавно или давно но еще не успел посмотреть фильмы рекомендую их все же глянуть и так технология гибрид ветряные мельницы водяные газ паровые пароходы паровые трактора корабельные мельницы все настолько взаимосвязано и одновременно настолько независимо было в прошлом что просто поражаешься высокому уровню развития наших предков по предыдущим фильмам мы уже знаем что от любого типа мельницы работали лесопилки бумажные изделия конопляное производство добыча электричества даже производство проволоки причем с резиновой изоляции и многое многое другое в общем все что относится к производству все это легко воплощали в жизнь мельницы от чего мельницы работают одни от ветра другие от русла реки третье от пара то есть от любого без топливного вида энергии то есть помимо того что по мельницам мы увидели широкопрофильное производство и довели что оно было мы видим также что эти технологии были независимыми то есть есть у вас русло реки или ветряк работающий от ветра или какой-то механизм работающий от пара все вам больше ничего не нужно любая мельница модернизируется под любой тип производства которое хотите производить и при этом вам не надо платить налоги за электроэнергию которую как уже упоминалось вы и сами можете производить от мельницы вам не надо платить за нефтегазовое топливо ты нефтегазовое топливо вы и сами можете производить смотрите наши фильмы на руси газ проведен был в каждое село а также что такое нефтегаз без научной лыжи столько независимых от системы благ в мельнице какой минус наверное все же это привязка к месту за рамки чего собственно не выходит и сегодняшнее производство ветрякам нужно ветряное место водяным нужно русло воды паровые вы тоже установите в одном месте плюс в случае поломки ветровой паровой или водяной мельницы как на время компенсировать все в прошлом было обдумано так как общество раньше было не с коммерческим мышлением а с практичным возьмем старинные трактора на первое что обратим внимание это на грузоподъемность современные тракторы с одним прицепом бывает буксуют а старинный прицепов тащил за собой что поезд часто любил в таких ситуациях подкалывать зачем поезду придумали рельсы данный вопрос вообще риторический можно долго бубнить зачем поезду рельсы но куда интереснее взглянуть что лучше 10 тракторов прислать на поле сжигая кучу солярки или как было в прошлом один трактор и при этом солярки вообще не используя ведь напоминают тракторы паровые то есть уже два плюса сюда же плюсуем то что раньше абсолютно все делали надежным и долговечным с чем как многие уже убедились современное производство тягаться не может очень интересные модели для болотной местности 5 часов 30 минут покидая клубы городская молодежь расходится по домам именно в это время но обратите внимание на 5 назовем его так колесо вот еще один трактор и вновь 5 колесо присутствует как вы думаете зачем оно нужно для красоты нет конечно если у вас мельница сломалась то как мы уже отмечали можно приспособить и трактор к примеру вот этот трактор приспособили под лесопилку от ремешковой тяги и 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 Вот еще трактор Им можно было поле вспахать и 10 прицепов бревен из лесу привести одной ходкой А потом крепим к мельнице и пожалуйста, работает на ура Так же самое от ремешковой тяги можно и ветряки крутить, чтобы обеспечивать себя электроэнергией Можно от ремешковой тяги делать любое производство, что делает мельница А мельница, как мы уже говорили, абсолютно занималась всем И при этом, вновь повторяюсь, вы не тратите солярку, ведь данные трактора паровые А что такое паровые технологии? Это технологии от пара Официальная версия к паровым технологиям еще крепит и уголь с дровами Даже по официальной версии это выглядит очень круто Вы трактором и поле вспахали и попутно через лес едете и цепляете 10 прицепов с бревнами Как для будущего топлива Далее этот трактор может лес пилить и зерно молоть, и электричество добывать И все это независимо от олигархических магнатов, оккупировавших нашу землю Повторяюсь, это даже по официальной версии выглядит круто По нашей версии там вообще дрова не обязательна Паровые технологии от пара, то есть от воды, доведенной до состояния пара А что для этого нужно, чтобы воду превратить в пар? Вот видите, насколько официальная наука ограничила свое мировоззрение и заставляет общество быть с ограниченным мышлением К примеру, печь может быть не только с дровами, но и от электричества Было раньше электричество? Мы уже 200 раз доказали, что было, но некоторым вообще ничем не докажешь К примеру, начинаешь запускать новости по двигателям на воде, они же паровые, с тобой спорят И так воды мало на планете не допивают, и вы еще что-то там это предлагаете Вот цитата Катасонова Какой ресурс самый ценный в условиях рыночной экономики? Нефть? Земля? Рабочая сила? Капитал? Самый ценный ресурс это дурак А поскольку в природе дураки рождаются крайне редко, всего доли процента То производство дураков надо поставить на конвейер Сегодня работа этого конвейера начинается с детского сада Вот откуда эти люди из Министерства по выращиванию дурости? Я понимаю, в Африке дети не допивают, если бы эта новость прозвучала там Но у нас, в регионах, окруженных морями, океанами, реками, озерами, лиманами В регионах, где постоянно выпадают осадки, говорить о дефиците воды может только кто? Как вы думаете? И там не важно, за деньги он себя выставляет идиотом или, может, его отупила так система Но мы видим, насколько нацелены наши политики, чтобы вокруг нас было как можно больше идиотизма Из той же оперы и про электричество в прошлом Многие начинают писать, мол, вспомните классиков Мы у них ничего не находим При этом начинают изображать амнезию То есть откровенно врать, что им неизвестно о той жестокой цензуре Которая присутствовала в послереволюционное время Что, дескать, не знают Расстрельные списки Сколько было посажено и убито при загадочных обстоятельствах интеллигенции В числе которых как писатели, так и поэты, так и художники В общем, все, кто мог бы сказать, как было на самом деле в прошлом Откуда вообще пришла фраза Даже у стен есть уши, как не из этого периода Это во-первых Во-вторых, а как вы вообще классику нашу изучали? К примеру, из Булгакова романа «Собачье сердце» знаменито Разжую реплику классика Профессор Преображенский говорит Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение 20 лет Два раза в теперешнее время аккуратно гаснет два раза в день То есть 20 лет электричество не гасло как раз в дореволюционное время И только с приходом ко власти революционеров электричество начали выключать постоянно По свидетельству классика, с электричеством в прошлом вообще не было проблем Начались с ним проблемы, как и появляются временные соломенные хаты и землянки Как раз в послереволюционный период Это же насколько классик емко и хорошо описал революции 17-го года Которые один в один с 90-ми Горбачева Моя мамка со своей начальницей спорила Которая после просмотра телевизора бубнила постоянно Разруха, разруха, все устарело Мамка возражала У вас какое образование? Высшее? А понять не можете, как мощнейшие заводы Союза, порты, фабрики За одну ночь могли устареть и прийти в негодность Сколько мамка не спорила, телевизионная ересь, которой зампировали население в 90-х годах Начала выходить из людей только через год И то в умы уже успели вложить как границы, так и важность горбачевских президентов Также напоминает и Майдан в Украине Как в 17-м году рушили производство монархии, так и у нас сейчас декоммунизация Вновь началось это веерное отключение света А в будущем будут рассказывать о первой лампочке Яценюка И как производства и заводов не было во времена Союза Сейчас много контор, которые скупают все, что было сделано в Союзе Всю технику, которая имеет датировку до 90-х годов Как раз под утилизацию Классик настолько много и емко все вложил Что я не понимаю, как люди не могут увидеть, что революция 17-го Развал Союза, Майдан в Украине Да и все абсолютно войны и революции на планете как под копирку То есть создает их один кабинет В кавычках, естественно Я не обеляю ни краснувых, ни белых, ни оранжевых, ни каких-либо других цветных Как при монархизме правили нами паразиты Так и при Союзе, так и при современной демократии Которую принес Горбачев Правят нами как минимум три века Одни и те же паразиты И каждый век поступенчато революциями и войнами Нашу идеологию и технологии прогибают все больше и больше До рабского состояния Итак, электричество было развито всегда и даже в средние века Об этом поговорим в следующей серии Об электричестве прошлого свидетельствуют старинные видео, старинные фотографии и классики На этом можно ставить точку Было оно А значит и модернизировать печь можно было как и под уголь, так и под электричество Так и под солярку, так и под бензин и под многие-многие другие модернизации А также уже многие вполне справедливо говорят и об атомных реакторах К примеру, в редакторской Азамат пишет Паровозы это и есть ядерные реакторы Паровоз одновременно типа изобрели черепанов и ват Не верю Они вытащили реакторы и перевели их на уголь Теплота сгорания угля мала, чтобы вращать турбину Но вращать колесики пойдет К беседе подключился Владимир На демидовских заводах до сих пор ученые и инженера не могут понять смысла некоторых агрегатов В то время твари уже знали о предыдущей цивилизации и воспользовались при удобном случае Или поделили между собой райончики с инструментом Но нам уже до упоротости пытаются навязать об углее, дровах и не более Рассматривая изобретение прошлого, как одно и то же по-разному приспосабливали-изобретали Сколько модификаций и модернизаций Что ну никак не поверю, что создав такие сверхразвитые паровые технологии На которых сегодня плавают все подводные лодки И работают все атомные электростанции Не имели разных модификаций Давайте рассмотрим паровые трамва Теперь давайте немного суммировать имеющиеся К суммированию смотрим этот ролик Как человек от паровой тяги оборудовал станки Чтоб понимали, что все говоримое нами вполне реально Что это все можете делать и вы А то многие приходят ныть Вот ты все критикуешь и нам ничего не предлагаешь Проснитесь Предложений от нас даже более чем достаточно Просто не нужно быть упоротым, глухим, слепым И от себя скажу охренетительно ленивым Для того, чтобы посмотреть еще несколько видео с каналов Потому что, насколько я помню, их уже более сотни Итак, паровой трактор можно использовать как трактор Но при тех условиях, что мало у кого есть земля Сегодня не особо пока что нужен Но вот что можно делать с парового котла от этого трактора Это оборудовать свое личное производство Чего бы вы не пожелали Отапливать дом, оборудовавший, к примеру, такими батареями Данные батареи служат не только обогревателями дома Но можно еще использовать и как микроволновку Паровым двигателем можно добывать электричество Паровые технологии приспосабливаются под все что угодно Уголь, солома, дрова, бензин, керосин, мазут Непереработанная нефть, скипидар, спирт Также, само собой, и на том же электричестве Но есть еще один вариант К примеру, сегодня нагреватели воды имеются от солнечных батарей Вот, пожалуйста, домашний мини-завод Можно модернизировать под любой вид энергии И быть полностью независимыми от инородных паразитов Давайте будем откровенными Что одному человеку такой объем сложно осилить Так как кто же навязывает нам сегодня, дескать, достиг 18 лет И обязан пойти в банк, взять кредит Чтобы переехать от родителей И потом в еще один кредит влезть Чтобы устроить нестыдную перед друзьями свадьбу А потом полжизни гасить этот долг Попутно набирая новый Как не система? Для серьезного дела и поднятия семьи Как клана Вам больше бы подошло так называемое родовое поместье В котором кто жнец, кто кузнец, кто повар, кто творец Скажите, в семье невозможно жить дружно Дескать, вечно какие-то ссоры Так а кто вас программирует на скандалы и на недружную жизнь Как не ток-шоу от системы тупые сериалы а-ля Санта-Барбара Не смотрите их Наоборот, поставьте себе целью научиться в семье строить лад Прекратите сами кого-то упрекать Собирать сплетни за спиною, насмехаться Вместо этого становиться тем, кто похвалит, поддержит, не предаст и направит семью вперед И вот, пожалуйста, вы научились быть в большой семье, дружными и добиваться высоких успехов Вы начали помогать и друзьям становиться на ноги Вы уже заслужили уважение и стали влиятельными людьми Вы на каком-то участке уже победили паразитную систему, создав свою, зодческую Вы те, кто вышел из круга, чтобы начертить свой собственный круг Может ли за такое наехать система? Я знаю реальные примеры из жизни, как пограничники решили собирать дань с рыбаков Подъехали в одно село к водоему, поймав их Те по телефону знакомым Пограничники в машину, как пуля, залетели и газу оттуда к газу Поехали не в другое село Там такого отпора не получили В итоге дружное село объезжают полевыми дорогами Зато недружное село дует и по сей день Вы говорите о каких-то майданах Когда на низах не можете быть дружными и сплоченными И вместе добиваться результата Что вам тогда делать в столице? Менять одного вора на другого? Вот что самое главное Это наша единость Это наше товарищеское устремление и взаимопомощь Помимо всего этого надо заниматься и самообразованием И расширением кругозора Чтобы понимать, что вам действительно нужно А где вас пытаются лохануть и украсть ресурсы сил, времени и бюджета Чем нас система побеждает? Это тем, что всю жизнь отвлекает на все что угодно Лишь бы меньше времени оставалось на главное Но вы-то заметили, что все кругом меняется Меняется мировоззрение И здравый смысл начинает побеждать Приходят к вам из секты военкомата Здравствуйте, вы верите в блаженную войну? Ну тогда отдайте своих детей в армию олигархов Мы там их научим драйть туалет Шлите их к японой матери А если так боитесь этих религиозных фанатиков И их угрозы имеют над вами силу То возьмите на время своего сына Отправьте лучше на заработки Пусть он там лучше получает как опыт труда Да и средства для будущего дела Нежели будет служить в безумной армии инородцев Окупировавших наш мир Выберите с семьей цель Переоцените свою реальность Что вам нужно, а что лишнее Составьте план и чхайте на стереотипы Стремитесь к желанному и вы всего добьетесь Виктор Романов подкинул ссылку со словами В дополнение к четвертой части про мельницы Посмотри, может что-то и пригодится Статья называется Трактор, лошадь, локомобиль Ветряной водяной двигатель С интересом прочитал И просто поразительно Как люди разными путями приходят К одному знаменателю Только автор статьи Оттолкнулся от трактора И пришел к мельницам А я от мельницы Отталкивался и вышел на тракторы Небольшая выдержка Глянем на этих безлошадных Как у нас в конторе Трое пашут Десять руками машут Руководят Никакого дыма из попы Сел, свесил ножки И вперед капитанская дочь Кстати, где баба? Тут в обжимашке самое то работать Что имеем? Привод, трос, плуг Шевелим репой далее Привод может быть не только локомобильным А любой херней, что вращает что-то с нужным усилием Что это? Ветряные и водяные мельницы Вбиваем в поиск эту хрень И удивляемся кучности расположения этих мельниц Что мешает взять крутящий момент с ветряной водяной мельницы И перекинуть его через трос на плуг Как в локомобиле Ничего Потому эти мельницы и стоят посреди Полей так кучно У каждого безлошадника Своя мельница, ветровой двигатель Какие сложности? Топор до пила со схемой и мельница Воротушка готова В Голландии эти мельницы стоят рядами Мол, воду качают из каналов Может быть, покажите мне трубы от них к морю А сейчас они не нужны Сейчас их убрали А мельницы стоят? Для красоты Может быть А может быть, когда море было на 3 и более метра ниже В Голландии выращивали не только тюльпаны Мат Ну и зерновые И пахали поля с помощью этих мельниц Потому они и стоят с такой чистотой Вот такие дела, дорогие друзья С вами был Паша Лобанов И статья от пули снегопада Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok